Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... 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 И, соответственно, все, что делается в Министерстве, направлено на то, чтобы выполнять это положение Конституции. В последние годы, вы все хорошо знаете, что началась действовать программа доступного житла. Эта программа, фактически, реализуется с 2010 года. За подсумками двух лет, фактически, смогли обеспечить житлом 1350 семей. Это для Украины мало, но, выходя из того финансового ресурса, который был надан государству, то его реализация позволила выполнить эту программу в таких обстяхах. Фактически, за 8 лет программа, которая предпочитает обеспечить житлом 265 тысяч граждан. Это невеликий процент до тої квартирной черги, но это один из механизмов, который позволяет залучить кошти граждан в житловое будильство, в тот же час надати державную поддержку, а воно передбачено в виде 30% оплаты вартости квартиры, або надані пильгового ипотечного кредита. Как раз на сьогодні, мабуть, на порядок денний вийшло друге питание. Это питание наданя пильгового ипотечного кредита. За эти два года реализация программы по программе доступного житла таки кредиты не использовалась. Но в тот же час держава еще реализует программу молодежного житлового кредитования, которая как раз и предпочитает механизмы пильгового кредитования. В этой программе застосовывались два механизма. Это механизм надания пильгового ипотечного кредита и механизм компенсации. Механизм компенсации фактически не реализуется, я имею в виду, не надаются кредиты под этот механизм, а просто ті кредити, которые получили ранее, на сегодня держава гасить цю ризницу в процентах. За данную программу в минулому році отримали кредиты более 440 семей. Это также невеликий процент, но реализация одной и другой программы даёт возможность напрацювати відповідный опыт, который можно на сегодня фактически застосовывать и в тих условиях, которые на сегодня и те завдания, которые поставил президент в своих социальных инициативах. Тому министерство вважає, что відпрацювати необхідно або реализувати ті инициативи президента в тому напрямку, в котором уже, в принципе, програми є і відпрацьовані механизми. Дякую. Володимир Миколаевич, скажите, будь ласка, а какие джерела для фінансування цих программ пропонуються? Оскільки ви знаєте, що вчора три губернатори трех областей – це Івано-Франківська область, це Львівська область і Тернопільська область заявили про те, що виконання житлової програми фактично покладено на плечі обласних бюджетів. Вони зробили цю заяву. Відповідно, таким чином, як ви розумієте, взагалі реальність втілення цих программ і головний розвиток, воно знаходиться под великим, так би мовити, питанием, тому що коштів, як ви розумієте, на таке питання в бюджетах ніколи не буде в місцевих. Чи залучається Мінрегіонбудом якісь заходи для того, щоб, якщо вже це перекладається з державних плечей на, так би мовити, місцеві, що таким чином джерела фінансування будуть більш активні якісь на місцях? Справа в тому, що ті відпрацювані механізми, які є в державних програмах, закладені, вони передбачають фінансування як з державного бюджету, так і з місцевих бюджетів. Ми в основному орієнтуємося більше на державний бюджет, і тому великі надії в зв'язку з тим, що переглянуть, мабуть, депутати державний бюджет на 12 рік і збільшать обсяги фінансування. Тому ті обсяги, які на цей рік закладені для реалізації програми, вони фактично збільшені в порівнянні з минулим роком, але вони недостатні для того, щоб дійсно вирішувати програму в тих показниках, які закладені в програмі. Ну, для прикладу, в програмі доступного житла закладено було фінансування на цей рік десь біля 2 млрд гривень. В державному бюджеті передбачено 200 млн. Так що вже видно, що фактично ми отримуємо 10% від тих обсягів, які закладені були показниками програми. Тому, якщо будемо наближати фінансування з державного бюджету до тих обсягів, які передбачені програмними показниками, це буде дуже великий плюс. І ми на це надіємося. Скажіть, будь ласка, які ви очікуєте мери від місцевих представників влади? І які ви можете підтримати? Я маю на увазі економічні заходи. Я вже навіть розумію, що Володимир Миколевич навіть руку вже підіймає, тому що він знає, про що він може сказати. На сьогодні, ми вважаємо, саме головне, щоб місцеві органи влади створювали той сприятливий клімат для реалізації тих будівельних задумів, які є у будівельників. Це стосується і надання земельних ділянок, і відповідно відрахування на розвиток соціальної інженерної інфраструктури. Це головні питання, щоб ці механізми були прозорі, нічого лишнього від забудовників не вимагалося, і швидко надавали всі ті необхідні документи, які треба для того, щоб починалося будівництво. Ну, ви ж знаєте, я згадаю про закон, який максимально упростив, це закон про регулювання містобудівної діяльності, він максимально упростив всі ті етапи, які пов'язані з початком будівництва. Фактично, ми підраховували, було раніше законодавством, навіть передбачено, що буде, десь ця процедура займає біля 195 днів, ми скоротили це по максимуму до 60 днів. Це в законодавстві так передбачено, це дуже суттєве скорочення. В той же час спрощено набагато процедуру, коли індивідуальне житлове будівництво ведеться, будинки до 300 квадратних метрів, то тут фактично в 20 днів закладена вся процедура, яка необхідна для того, щоб почати таке будівництво. Це отримання будівельного паспорту. Дякуємо. Колеги, ще у кого є запитання, до Владимира Миколаївича. Я вважаю, це не тільки учасників, але й пресу. Леонід Хорін – це Асоціація страховиків України. Дякую. 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 Эти чиновники в ШАС разобрать сами соби программы, которые никогда не ставят задачу, что их кто-то выполняет. Вы как-то так мягче. Я помню, как вы их... А теперь Иван Миколаевич помогает. Я хотел бы сказать, что эти программы предпочтают звитывание щоречное. Звитуются перед Кабинетом Министров, перед Министерством Экономики. Это и есть контроль государства за використанием денег, еще и контрольные органы, соответственно, финансовые. Какие цельное использование и правильность использования на финансирование этих программ. Владислав Лукьянов еще захотел. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые присутствующие. Мне хотелось бы как-то к нашему вопросу подойти. Для того, чтобы обсуждать рынок ипотеки, нужно понимать, какой потенциальный спрос на ипотеку. Мы знаем, что сегодня в очередях стоит 1,4 млн человек в целом в Украине. То есть это потребность в жилье. Вопрос, насколько эта потребность в жилье обеспечивается реальным спросом. И какой объем рынка недвижимости в Украине сегодня. То есть потенциальный спрос мы видим. 1,4 млн. Сколько происходит сделок на рынке недвижимости в год? Если мы возьмем статистику. За 2010 год у нас было 440 тысяч сделок зарегистрировано по получению и перерегистрации прав на недвижимость. Это прошло через систему нотариата. Понятно, что часть там есть завещания, передача от имущества от родителей детям. Но более двух третей это сделки купли-продажи недвижимости. Если мы возьмем 2011 год, то мы видим, что количество этих сделок увеличилось на 60 тысяч сделок. И рынок недвижимости стал уже на уровне 500 тысяч сделок. То есть мы видим, что на 60 тысяч, то есть примерно 12-15% рост от 2010 года, в 2011 году. Какие функции выполняет рынок недвижимости? Кроме обеспечения жильем, рынок недвижимости в Украине выполняет очень важную инвестиционную роль. Потому что рынка ценных бумаг для населения практически нет. И единственная альтернатива это либо держать деньги в чулках, а по оценкам таких средств от 50 до 70 миллиардов долларов находится на руках у населения. И это один из потенциальных источников, частичных источников для финансирования. Вторая альтернатива это хранить деньги на депозитах в банках, вкладывать в облигации напрямую население возможности не имеет. То есть главную роль, которую выполняет рынок, кроме того, что он является рынком жилья, он выполняет инвестиционную роль, роль сбережения. И это соответствует ментальности и характеру украинца. Визмыш в руку, маяш в вещь. То есть вот этот вот механизм, он работает. Дальше, если мы посмотрим, какие сегодня существуют программы на рынке ипотеки, государственные программы. Мы знаем, что есть программы у державной ипотечной установы, и есть программы, которые общедоступны для населения. Это программы в Минбуде, в фонде молодежного строительства, доступное житло. И есть муниципальные программы, когда остро-дефицитным и социально значимым профессиям предоставляется право на льготное жилье. Это для учителей, для врачей, в частности в городе Киеве такие программы существуют. То есть вот пример, то поле, которое существует сегодня. Дальше президент делает социально значимую инициативу. То, что это вызывает резонанс в обществе, это говорит о том, что вопрос поставлен не в бровь, а в глаз. Это действительно очень важный момент. И дальше сегодня отрабатывают, одна схема отрабатывается с банками, государственными банками по финансированию ипотеки. Вторая схема или другая группа предложений отрабатывается. Державные ипотечные установы отрабатываются. Фондом молодежного строительства. И если говорить о фонде молодежного строительства, то через него прошло и с его помощью купили участники этих программ около 30 тысяч квартир. 30 тысяч квартир прошло. На сегодняшний день 10 тысяч договоров ипотеки, компенсация по процентам, осуществляется за счет фонда молодежного строительства. В этом году выделено 111 миллионов гривен по компенсации процентов. В 2009 году эта программа была провалена и у людей образовались задолженности по этой программе. Около 100 миллионов гривен. Вот новая команда в течение трех лет, то есть примерно равными частями, гасит эту задолженность. И в 2012 году последние 25 миллионов гривен, которые по задолженности существовали, будут погашены. И фонд перейдет в нормальный режим, когда все вот эти вот около 10 тысяч договоров, на сегодняшний день 9,5 тысяч договоров, оплачиваются день в день и гривна в гривну. То есть к этой ситуации мы подходим. Хотя вот был период, когда все социальные программы просто правительством были перечеркнуты. Мы исправляем эту ситуацию. Следующий вопрос. Для того, чтобы данная программа не вызвала инфляцию, программу нужно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, строительство и предложение жилья. С другой стороны, это создание для населения возможности приобрести жилье. Если мы говорим о трехпроцентной ипотеке, то достаточно разумно эти предложения сегодня прорабатываются. Учесть демографическую проблему в Украине. И предлагается, если семья, взяв кредит, рождается ребенок, то это предложение, которое прорабатывается, то списывается сумма процентов. Рождается второй ребенок, 25% тела кредита. Третий ребенок, 50% тела кредита. То есть, вот этот дополнительный механизм тоже рассматривается для того, чтобы, с одной стороны, стимулировать улучшение демографической ситуации, с другой стороны, облегчать время приобретения жилья. Это для тех семей, которые покупают первую квартиру и до этого жилья не имели. То есть, это вот, если мы смотрим о тех программах, которые прорабатываются для того, чтобы их предложить населению. Господин Лукьянов, извините, вам сейчас по ипотеке хотел бы возразить Александр Анатольевич Суганяк, Ассоциация Украинских Банков. Давайте, как бы, вот про процент... Мы уже с ним не первый круглый стол вместе проводим, и примерно эти возражения знаем, да? Я не думаю, что... Можно и отвечать уже. Я не думаю, что это будет опозиция какая-то там особливая, да? Я дякую за возможность взяти участие уже сам в этой первой сессии нашего обговорения. И я хотел бы выйти по максимуму от политики и подивиться на эту проблему с высоти не 2 лет, как мы говорили, да? А с высоти 20 лет независимости. Если мы говорим про доступность жилья, про массовую ипотеку, то это не про Украину и не про нас. Потому что в 1985 году у нас было 19 млн квадратных метров житла, а в последние 2 года в 2 раза меньше. 9 млн. за то есть. Ну, я статистикой используюсь, я не перепискаю меня. Значит, даже в 2 раза. То есть, это говорит о том, что у нас протягом 20 лет не створено что-то такое, что может позволить нам говорить про доступное жилье. Теперь я хотел бы раскрыть эту проблему. Почему про доступное жилье не можно в Украине говорить? Потому что это маніпуляция словами. А нужно говорить про реальность. И это не проблема цієї влади, я однозначно хочу сказать. Это проблема взагалі влади в Украине протягом всей ее независимости. Перше. Попит на житло. Чим он визначается? Он визначается доходами населення. Ці доходи мизерні. И, выходя из тех норм, которые люди могут брать кредиты, если взагалом дивиться на Украину, это порядка 200 миллиардов, может взяться украинец, загалом весь, да, все люди. У нас как раз стихи заборгованность сегодня складает по кредитам населення. То есть, по сути, далее уже он будет перезавантажен кредитами. Доходы минимальны сегодня, средние доходы. Реально, вот те, что пан Лукьянов говорил про то, что кто там купит и продает, если это 400 сделок, ну, это, соответственно, причем там где-то и по три раза продает и купит, 400 тысяч. Это какая-то часть, там спекулятивный момент присутный, и не можно говорить, что это про что-то говорить. Реально, вот тут я говорю про те вещи, которые уже названы. Вы называли порядка 20 тысяч в программе доступных житлов, закладывая, да, 23 тысячи, сколько вы называли, тысячи? А 400 тысяч прошли, которые потребуют, миллион 20 тысяч. Все. Вы называете цифру, миллион 400 тысяч потребуют. Это те, что в чергах. А кто без чергами, то есть суммы не сопоставимы. Значит, с точки зрения попита, влада протягом всех 20 лет не сделала того, чтобы украинец заработал достанную количество... Почекайте, я говорю на макро-ривне, я до микро дойду. Для того, чтобы спокойно говорить про ипотеку, треба 10 тысяч в месяц, чтобы семья отримала. Тоді будильники будут спокойно на это смотреться. И это не ваша проблема. Не только вы за это отвечаете. Я говорю за владу, которая была 20 лет. И это правда. И на правду нужно отвечать регулярно. Теперь другая сторона. Будильная галузь. Я хотел бы говорить, что чиновники не сделали протягом 20 лет нормальные умы для экономики. Далее. Чиновники сделали так, что галузь будильная мает массу проблем. Сколько там корупційный податок? 40% от вартости. Для того, чтобы дорваться, дойти до будильництва, треба 2 года замість піврока. Для того, чтобы кто-то побудовал, или в процессе подъединиться до мереж, плати додатково. Наверное, на региональном уровне, чтобы инвестор зашел, будивался, плати якийсь там еще и местный податок. И так далее. Рентабельность завищена. А чему? Кто на этом выиграет? На этом чиновник сидит, как гири, повешене на будильной галузе. До того, воно монополизована и все таки інше. Значит, з одного боку попита нема, з другого боку пропозиция за высокою ціною через оці додатковые витрати. И третий момент. До этого еще має поеднати попит на житло и пропозицию житла банковская галузь. Сьогодні банковская галузь в очень стабильном становище находиться. Від 20 до 40% непрацюючих активов. Это самый гирший показатель в Центральной Северной Европе. Они не могут включаться в этот процесс. Таким чином, что выходит? Мы говорим про какое-то доступное житло, массовую ипотеку. Когда реально цей чиновник, который как гири, сидит на том, что не створяет умов для экономики, не створяет умов для не выполнения статью Конституции, яку там в 47-му, здаётся, для нормальной будильной галузи. И так же проблемы в банковской галузе я могу тут прописать. Чи у нас там проблемы, звідки йдуть? Тоді запитання. Масового доступу до житла не было. Вчора не было, позавчора не было. И оно не появится завтра. Для этого нужно суттево реформация, взагалі, подхода, не только для строительства, для края, но и в целом. Поменять треба оцього чиновника, як, це не моя тема. Кому буде вигода? Чи буде комусь вигода від того, що сьогодні оця иніціатива реалізується перед виборами? Вчора, что будет? Наближеним будівельним компаніям. Наближеним людям. Ну, як вибрати із 1,4 млн людей, вибрати 20 тис. Я памятаю, як Юлю Володимировна ходила з ключиками перед виборами і показувала, як вона включає і відкриває ці квартири. Ну, ще раз пройдемо. Але ж ми, люди, то серйозні. І це ж, ну, покажуть ще 20 тис, замість того, щоб розкрити, почати, запустити фінансові потоки. Прозорець в галузі. От я хотів би останнє сказати. Тут будівельники присутні. Ми в Асоціації Українських Банків, взагалі в банківській галузі, намагалися розібратися з причинами кризи 8-го року. Чи розібралися з причинами кризи в галузі, в будівельній галузі, наприклад? Була спеціальна перелік і ієрархія причин, чому галузі опинилися в кризі. Мені здається, що ми зараз знову, ми в банківській галузі повторили на макрорівні ту проблематику, якщо говорити про платіжний баланс, точно який йшли перед 8-м роком. І після 9-го року так само йдемо туди. Чи не йде будівельна галузі знову до кризи? Я не знаю. Я хотів би послухати будівельників. Як нам галузі банківські заходити в таку ризикову сферу, яка сьогодні є будівельна сфера? Може через те, зразу знаючи, що банки не зайдуть комерційні, влада говорить, підуть державні і візмуть на себе величезні ризики, фінансові ризики від фінансування цієї програми. Я це говорю, ще раз скажу, мені здається, я говорю правду, хтось думає інакше. Будь ласка, дайте мені аргументи, що я помиляюсь. Я протестую. Діло в тому, що ми депутатів, і пану Богословову вчора цього дня слухаємо, ми слухаємо кожен день, і вони нам розповідають. А ми не просте питання, як народ. Подожди, от послухайте, я хотів, щоб пан Лук'янов мене послухав. От у мене 23-го збору асоціації. Я пішов вчора до міністра, в мене є питання про заходи щодо реалізації соціальних кінців президента Віктора Федоровича Януковича, питання будівництва доступного життя та іпотешного кредитування. Мені в міністерстві ніхто не сказав, хто піде людям, розкаже про заходи Януковича. Я вам теж це віддаю. Можу, вас особисто приглашаю. Вибачте, я ще додам від себе, я хотіла сказати, що ми надсилали запрошення до адміністрації президента України і отримали фантастичну відповідь. Справа в тому, що ми отримали ось таку чудову відповідь, що те, що треба було, президент 7 березня сказав, а все решта коментувати ніхто не буде. Оце була офіційна відповідь адміністрації президента. Я хотів би наголосити. Президент, ми, от ви правильно заявили, ми народ хочемо, щоб влада була ефективна і готові їй сприяти. Якби вона почула кожного, або хоча б одного десятого, і якби вона щось робила, так так говорить. Я повинен сказати, я провів особисто, тут от Наталя підтвердить, скільки ми провели заходів популяризації національного проєкту «Нова якість життя – доступне житло». Президентські квартали, президентські города. Я должен вам сказати, останній раз ми зібрались, написали президенту, віддайте відказку, віддайте, хоч Мінріон буду, може хоч щось буде того. Ні однієї квартири за два роки по президентській програмі «Нова якість життя» до сьогодні не побудовано. І, будь ласка, відповідайте. Для того, щоб виконати ту, ви тепер нову даєте ініціативу. По новій ініціативі я вам доповідаю, що за Юліну Владівру на 70% упало будівництво. Прошу рік на 11% підняли і, слава Богу, ожили. За два місяці вже 99,5%. Уже падіння. І ніодної бюджетної копійки немає. Так, тепер, розумієте правильно, от він назвав. Поки 10 тисяч на сім'ю не припаде коштів, і потіка ніхто не візьме. Я вчора обговорив з нашими засновниками, а він каже, ну, 5 тисяч в час. Тоді Сарказів будує в кожному населеному пункті, арендного житла мерія повинна мати 20%-25%. І в них нема кризи. Меркель теж будує. Ми не можуть люди... По-перше, немає механізму. По-друге, дайте 3 мільярди, і більше нам не треба ваших програм. Не розповідайте. Все це вміють міністерці зробити. Проблема в тому, що де кошти. Мені здається, що одна єдина програма сьогодні, потрібна від президента до кожного депутата і громадянина. Чому державний бюджет меншений, ніж бюджет Москви до сьогодні? Чому в місцевих бюджетах немає взагалі ні копійки? Де це самоврядування? І де результати? Тому я хотів би наголосити, давайте якось ми тверезо подивимося на ситуацію. Ніякого поки ентузіазму ні в кого це не викликає. Бо бюджет не переглянули, коштів немає. Там хто скільки народить. Знаєте, де взяти ще мужчин, щоб по троє було на тих дівчат, таких розумієте, і так далі. Тому, шановні, я візьму просто, дивіться, як будівництво розвивається. Наташа, ну давай наступне. Оце криває. Ось вам обсяги будівельних по регіонам. Хто мені, подивись. Хто може сказати, чим займається нижня частина влади, якщо в нього, в регіоні, нічого не будується, в принципі. Чи він, чого він на роботу ходить? Скоротіть їх, бумажки один одного переставляють, і так далі. От половина України взагалі не будується. Житло покажіть по регіонам. Тепер, а не, а верни, покажи, щоб це штучки. От бачите, червоне. Це те, що за 20 років побудували собачі будки. Їх тепер по тимчасовій схемі. Там ось всі всякі дачні діляночки. І так, вроді, цифру вирівняли. Але по-реальному, житло ми будуємо 5 мільйонів. Це жахливо мало. І чим потрібно? Про що ми говоримо? Але найстрашніше, що кожен день президент і прем'єр тепер говорять про будівництво. А доля держави в прошлого рік в житловому будівництві – 0,8%. Ви обше про цю тему не говоріть. Ви не маєте морального права на цю тему говорити. Це все народ строїть проти вашої волі, долає вашу корупцію, купує землю для того, щоб побудувати. Це народ просто виживає як в 37 році, так і сьогодні. Ну, тепер подивимося, що з житлом будується. Китай будує… Я таки зроблю громадянський поступок. Наша асоціація поїхала в Париж, подивилася, як там строять. І зараз їдемо в Китай. Китай будує до одного квадратного метра в рік. На дно китайця, я ще перевірю, це правда, Білорусь, ми проїхали 25 чоловік, будує 0,6-0,8, а ми 0,1-0,15. Ми взагалі нічого не будуємо. Хто не будує, я отсюда не бачу. Но я повинен сказати, внизу обов'язково індустріальні регіони. Запорожська, Донецька. А, Донецька область будує менше житла, чим в Закарпатті. Ви можете мені от пояснити? Я адміністру поясню, я кажу, от нинішньому ж. Кажу, от може, як ви можете мені пояснити? Там 5 мільйон. Чому не може житла, чому не будуєте? Колись спробував я Колесникову це задати питання. До сьогодні ворог. Я кажу, в чому діло? Почему в Донецькій області, почему в Луганській області, откуда нами керують, немає житла, не будуєть? Ви дайте відповідь, чим займається отам влада. І зробіть, щоб у них були результати. І не треба нам розповідати, що за 5-го дитка нам тоді простяти весь кредит. Володимир Миколевич Олійнико, будь ласка. Шановні колеги, я думаю, що ми дуже актуальну тему говорять добре, що така площадка існує. Я не наскільки налаштований... Вибачте, будь ласка, Володимир Миколевич, зараз хлопці бігуть, вибачте, бо вийде ще звук окремо, а картинки немає. Вибачте за таку паузу, але що є, то є. Я не наскільки налаштований пісимістично, тому що якщо взяти цей підхід, то люба проблема в нас, якби, глухий путь. І тоді потрібно завершувати проєкт України. Тому що куди не кинься, скрізь є проблема. Це правда. Вона накопичувалась не за один рік. На певну рівень корупції був там постійно, в будівельній галузі. Завищена дохідність була там завжди, бо треба ж комусь давати, тримати житло по 5-6 років, не продавати його і чекати часу. Напевно, і кількість регуляторних актів, Іван Миколаївич, зростала з року в рік, щоб чиновник був, якби, при ділі заборон різних. Але сьогодні поступово йде цей демонтаж. І питання стоїть, я вам хочу сказати, не скільки вже про житло, а давайте будемо говорити відверто. Якщо це не популістська тема, то треба говорити про економіку. Це потужний локомотив будівництва, який може реально змінити ситуацію в Україні. Як тільки починає він працювати, все потрібно. І будівельні матеріали, і метал, а далі, і меблі, і штори, і так далі. Якщо немає житла, я ще раз кажу, це достатньо потужний локомотив, який може зрушити всю економіку. Але нам потрібно виступити всім партнерами. Чи є підстави для цього? Так є. Якщо говорити про високу дохідність, треба реально якось впливати на ці процеси. Якщо говорити про корупцію, треба боротися з нею. Якщо говорити про кількість регуляторних актів, то ми говоримо, їх кількість знижується, і далі треба це робити. Але не до того рівня, щоб падали будинки. Бо там також потрібно око государєва. Що говорити з боку громадянина? Знаєте, якщо говорити про офіційні доходи, так, сьогодні десь 3 тисячі, говорить, середня заробітна плата. Але давайте будемо говорити і про тінь, реально яка існує. Я не кажу, що це, знаєте, є благо для держави, але вона існує. Вчителі десь підробляють, медики підробляють. 40 мільярдів доларів на руках. Це дають офіційно, я вичитав, у Тимонькін, а Борис Тимонькін давав таку цінь. Але я ще раз кажу, банкіри про це ведуть розмову. Тому я до чого веду розмову? Потрібно їх запустити, інвестувати в цей процес. Що може плинути позитивно? Це, безперечно, бажання держави не тільки робити ці дії, а й дослухатись до рекомендацій фахівців в сфері банківській, будівельник, для того, щоб цей механізм запрацював. Безперечно, потрібно ще два чинники. Це політична і економічна стабільність. Політична стабільність в державі, щоб не колотили постійно. І економічна, яка інколи не завжди залежить від України. Це і зовнішній чинник, це ризики. Я колись мав нагоду в Черкасі, в 1996 році, запустити муніципальні облігації житлові. Ви чотири, Володимир Миколевич, я нагадаю всім присутнім, що Володимир Миколевич був мером Черкаси, мером і головою асоціації. Ні, я вийшли з ситуації. Чому? Тому що муніципальні облігації, ми пішли на такий крок, обвідність тоді ще була вищою, ми пішли на крок, що не квартиру купляв, а він міг квадратний метр класти кошти. Є невеликі кошти, він вклав. Потім пішов процес дарування, там один одному дарували, в склачену і так далі. Але цей процес йшов позитивно, нормально. Це Укс, місь виконкому працював на цьому ринку, і бюджет підтримував його. Але далі пішов бал. Виповнити будівництво. І там виникли проблеми. Бо недобудоване житло, безперечно, це є завжди проблема. І в цьому відношенні нам треба так само, можливо, думати про фонди, які підстрахували такі ризики. Тому що це ризики в любій сфері, не тільки в будівництві. Але сміливо йти, тому що ще раз, це питання не тільки житла, це питання економіки, це виживання держави. І тут, безперечно, без великої довіри і партнерства, нам не обійтися. Але треба такі площадки мати, для того, щоб почути фахівців. І на завершення. Зараз питають, а чому не коментують фахівці, я буду урядовці і так далі. Президент оголосив ініціативу і сказав речі цікаві, які достатньо інтригують. 2-3% річних, 10-15 років термін кредит. Це цікаво. Багато хто з моїх виборців питає, як воно буде працювати. Вони вже почули це. Не 20-30% на 5-6 років, а от такі параметри їх влаштовують. Але далі є доручення Кабінету міністрів. Пропрацюйте цю схему негайно і вийдіть, і толково розклумачте. Зараз же ми чуємо депутатів, експертів, але це ж не позиція уряду, яка повинна бути офіційною, прагматичною, де вже могли покритикувати фахівці. Але перед цим уряд повинен їх почути, щоб туди не закласти дурниць. І я вважаю, от такі кругли столи, вони є ефективними. Звичайно, що будівельна галузь – це є дуже цікава економічна субстанція, і розвиток будівельної галузі буде залежати від розвитку в загальному економіці. Тут нема сумнів у цьому, хоча з своєї сторони будівельна галузь, вона є в кожній країні, вона в першу чергу може піднімати економіку. Я хочу декілька слів тільки сказати, що у комітеті будівництва, містобудування, житлово-комунального старства, регіонального розвитку, в якому я працюю, є серйозні фахівці в галузі будівництва. Першим заступником є Володимир Аврумович Поляченко, який був автором оцієї системи інвестицій, яка сьогодні, яка я вважаю, і дала можливість почати розвиток будівельної сфери житла в Україні. І, на превеликий жаль, криза, яка відбулася в 2009-2010, і вона продовжується, вона збила величезну, ну, вона зробила величезний крок, який зробила величезний негатив, який відбився на будівництві, тому що сьогодні одержати кредит під будівництво практично неможливо, а якщо його неможливо, то, відповідно, дуже інвестиції в будівництво дуже різко зменшилися. Що потрібно зробити? Колись один із виконуючих обов'язків, прем'єр-міністр України, сказав таку фразу, що діньків немає і не буде. Так от, якщо економіка не буде розвиватися, на превеликій жаль, ми сьогодні константуємо про те, що фактично розвитку як такого немає, економіки, всі ці рости економіки, це в основному за рахунок росту цін, інфляції, то ми можемо говорити, скільки хочемо на цю тему, але результат буде слабонький. Що може і повинно зробити місцемерство врядування. З однієї сторони, вони багато сьогодні не можуть зробити, тому що фактично їхні бюджети ще бідніші, набагато бідніші від державного бюджету, відповідно, вони не можуть там нічого. Але з іншої сторони, дуже багато можуть зробити. Перш за все, це створити умови для того, щоб будівельник не був тою людиною, яка ходить з протягнутою рукою, випрошує кожного підпису. Має бути жорстка система, де мають бути виставлені привілеї для тих, хто будує житло, хто вкладає інвестиції в цю економіку. З іншої сторони, сьогодні інфраструктура, яка знаходиться там, на території того чи іншого населеного пункту, вона повинна також сприяти тому, щоб будівельнику було зручно будувати. Є, звичайно, зараз дуже багатьох містах, є проблема території, є проблеми будівництва. Я думаю, що тут ми відстали по адміністративно-територіальній реформі і, відповідно, стримуємо якраз і розвиток в даному вебіку тут частини цієї будівельної економіки. І питання, на яке ми прийшли, і яке так, як ставилося, яка роль, чи може держава вирити, житлове питання, чи воно спільно буде вирішуватися. Ну, я хочу, я не буду таким, хоч і 0,8% сьогодні, я хочу сказати, що питання житлове може вирішити тільки спільно. Воно не може окремо держава, це ми маємо, ми маємо приклад, який ми, я можу сказати, як людина вже в такому віці по Радянському Союзу, коли всі, весь час, все говорилося про те, що житлове питання треба вирішити, ніколи держава не вирішила, так і не вирішила до кінця цього питання, і сьогодні держава сама не вирішить це питання. З іншої сторони, звичайно, що окремо кількість людина дуже важко вирішити, тому це має бути спільна робота. Можуть бути знайдені механізми, які дадуть можливість людині самій подбати про своє житло. Це держава повинна подбати. Що стосується сьогоднішніх ініціатив, які є, в тому числі, і президента, вони, звичайно, є, але вони сьогодні розглядаються, як та гречка, яка подана перед виборами, тому що фактично два роки приблизно ми були в такому самому стані. Ніхто нічого не пропонував, і тут ні з цього, ні з того почалися якісь пропозиції. Притом пропозиції, які ніде не оформлені і не оформляються сьогодні ще на такому рівні державному, що можна було би конкретно сказати, що сьогодні ми можемо виділити під це питання таку ту суму, виділяємо, розпреділяємо, і так далі. Поки що нічого цього нема. Ми приймали бюджет три місяці назад, грошей не було, і через три місяці появились якісь кошти, які можуть дати можливість вже цей. Ми будемо розказувати про те, що там економіка працювала, і так далі. Я думаю, що нормальні економісти, нормальна, планова, хто планує, хто прогнозує, він, ну, не може так бути, щоб буквально на три-чотири місяці так промахнутися у таких перспективах розвитку тут кошти починають виростати з-під землі. Ну, дай Боже, щоб ці ініціативи хоч якось спрацювали, тому що, звичайно, суспільство чекає на них. А вирішення цієї проблеми, вирішення проблеми – це проблема економіки, проблема спільної роботи тих людей, які хочуть, які мусять, які їм потрібно житло, і держави. Це, якщо спільно знайдеться можливість працювати, то по трошки почнемо ці питання вирішувати. Дякую. Я думаю, що ми зараз від Павла Петренка, це киска, ти, вибачте, зараз, кулиночко. Пояснити, де що? Я перепрошую. Тут репліка була кинута в адрес того, що влада два роки не робила, це не зовсім вірно, тому що, якщо ви пам'ятаєте, в 2009 році країна мала обвалу ВВП мінус 15, в окремих галузях економіки падіння було і до 30 відсотків, і об'єдівельній більше 50, і тут треба бути божевільним, щоб починати процес, треба було негайно виходити з цієї яки. І я кажу вам відверто, угода газова дуже боляче вдарила по всім галузям. По всім. Де є газ, а він скрізь є. Тому що, як би ви не ходили, а воно приходить до вас через газ. Тому що, ви за два роки вже повинні все поміняти. Скільки можна посилатись на попередники? Внешніть ще на 17-й рік. Іван Миколаївич, якби це діяв чинник, Іван Миколаївич, ви ж демократична людина, дайте я завершити. Іван Миколаївич, якби цей чинник діяв на 9-10-й рік, я сказав би, треба забути. Він продовжує діяти до 19-го року. І ви бачили всі пропозиції по Росії, давайте змінимо ціну, бо очевидно, якщо ви скажете, що ціна найкраща, то я цю тему знімаю. Ви тільки зробіть офіційну заяву, що вона найнижча в Європі. Але всі ми визнаємо, що вона є не європейською ціною. Тобто вона не є, вона є політичною ціною. І в цьому відношенні це все безперечно на економіку. Тому що ми за це розрахуємося. Не тільки прямі. Я колись, будучи міським, головою запитував, чому при одній і тій же ціні на газ у нас зростають тарифи. Вони кажуть, Володимир Миколаїв, ціна на газ так. Вона була стабільною тоді для місцевих самоврядування, так сказати, територіальних громад. Але електроди зросли, труби зросли, бо це йде іншим чином. А там зростає енергетика, а там зростає газ і так далі. Бо ми, як правило, перекладали все більше на промисловість. Тому в цьому відношенні працювали. Сьогодні виходимо на позитивний ріст в економіці. Потрібно думати за прискорення динаміки. Тому така пропозиція вноситься. Павло Петренко, Київська обласна рада. І я думаю, що Павло, коли буде казати, обов'язково залучить тему бізнесу. Тому що, коли ви кажете про те, шановні панови депутати і шановний представник міністерства, про те, що ви згодні і думаєте про те, як знизити відсотки для людей, при цьому розтягнувши ці кредити іпотечні у часі, то що робити бізнесу, який буде будувати це житло, якому нічого не буде ніхто, не знижувати ніякі ставки кредитні, коли будуть давати банки, нічого. І тому Павло Петренко... Давайте почнемо з того, що я послухав всіх колег і констатую суму, що у нас насправді немає державної політики ні в сфері доступного житла, ні в сфері соціального житла. Вона є тільки для певного обмеженого кола осіб. Коли представник міністерства говорить, що 440 сімей отримали по програмі молодіжного кредитування кредити на всього Україну і 1300 сімей по програмі доступного кредитування отримали кредити, тоді питання, яка там корупційна складова. В цю корупційну складову змушені втягуватися і забудовники, і ті сім'ї, які отримують ці кредити. Це перший блок питань. Другий блок питань стосовно, чому ми все змішуємо, знаєте, соціальне доступне житло. Я приведу приклад Київської області. Я не буду говорити про всього Україну. Приведу приклад Київської області. Місто Васильків. Забудовник будує багатоквартирний будинок. В цьому багатоквартирному будинку виділяється місцевій владі певний відсоток площ, по так названній соціальній квоті. Ці площі розподіляються між нібито незахищеними верштовами населення. Зараз наведу тих осіб, які отримали там квартири. Це співробітники прокуратури і суду місцевого. І паралельно ці квартири продаються простим інвесторам. Уявіть собі ситуацію. Яким чином може простий мешканець Василькова судитися з прокурором? Та ніяким. У нього цю квартиру відбирають. Це простий приклад одного маленького міста в Київській області. Друге питання. Штосовно соціального житла. Ми тут багато говоримо. Держава зобов'язана забезпечити соціальним житлом певні незахищені верштови населення. Тут приводили приклад Парижу, Франції, Великобританії. Дійсно, там держава бере на себе такі зобов'язання, вони надають в наєм. Людям, які дійсно не мають можливості ні взяти кредиту, не отримати доходу, вони не обманюють цих людей, себе не обманюють. Якщо людина не може виплатити відсотки по кредиту, навіщо їй цей кредит дати навіть пільговий, щоб вона завчасно розуміла, що не розрахується з банком. Ти заганяєш банк в ситуацію, коли він себе повішать проблемний актив, заганяєш позичальника в таку саму ситуацію і створюєш проблему. Стосовно тих заяв, що може бути у нас 3-4% іпотечного кредитування пільгова. Потім поправили, поправив один з співробітників Адміністрації президента, сказав, що це буде тільки для певного кола сімей. Ну, знову ж таки, в нас буде така сама статистика, яку озвучили, 400, там, чи 4 тисячі сімей отримують ці пільгові кредити. І все. Це та сама ініціатива, що була з відшкодуванням вкладів у щатбанку. Ну, при заборгованості, мене поправить, Олександр Русоняков, 120 мільярдів, по-моєму, загальна заборгованість перед залишок заборгованості. 300 мільярдів. 300 мільярдів. Виділяють на відшкодування вкладів 6 мільярдів. Ну, як в рамках цієї ініціативи можна про щось говорити серйозно. Тому я завершую, скажу одну просту річ. Давайте розділяти поняття доступного житла і поняття соціального житла. І не путати ці поняття. Тому що ми тут зараз все вкупу змішали, і кредити, і соціальне житло. Так не може працювати система. Дякую. Я одну ремарку хочу сказати у продовженні вашої теми. Виявляється, будівельники мене поправлять. Для того, щоб відновлювався оцей фонд житловий, потрібно будувати щорічно один квадратний метр на кожну людину. І тоді це тільки відновлення відбувається. Ми будуємо в скільки разів там? Ну, а людин. В 10 разів менше. В 10 разів. От і все. Тобто, взагалі-то, мова має йти про реанімацію як такого будівельної справи. І говорити про це треба так, як воно є насправді. Люди ж всі ми розумні. Я хочу теж одну ремарку. Ми зараз обговорюємо річ, яку не читали. Є ініціатива президента. І крапка. Далі є різні думки експертів. Але немає позиції уряду, який повинен втілити цю ініціативу в конкретні документи. От тоді це буде предмет професійної розмови. А ми повинні безперечно застереження робити. Щоб не було... У мене теж ремарка. Як можна це повірити, коли три місяці назад грошей не було, а сьогодні десь вони з'явилися. Ну як це можна повірити? Щодо грошей. Скажіть, будь ласка, а той факт, що 20 мільярдів буде вивільнятися в зв'язку з тим, що ми завершуємо фінансування всіх об'єктів, бо євро-212, це ж має місце? Так. Тому давайте все-таки говорити про те, що ми повинні почути офіційну позицію. Давайте почуємо офіційну позицію. Можливо, це будуть і кредитні ресурси міжнародні. Не спішіть, ще раз кажу. Але є сьогодні різні пропозиції, які потрібно вивчити, а уряду остаточно прийняти робочу модель, яка потім буде предметом аналізу. Ну і зараз забігаємо наперед. Звідки? Як? Давайте нічого не робити. Вивнесіть пропозиції? Це було б цікаво для преси і суспільства. Давайте звітимось. Таку програму. А критикувати і нічого не пропонувати? Ну я думаю, що це неправильний підхід. Володимир Миколевич, зараз ви побачите юридичний, абсолютно фаховий погляд. Наталя Доценко-Білаус, Василь Кисілі, партнер юридична компанія. Мабуть, не треба вже розповідати про те, наскільки це є впливово-авторитетна і компанія, і сама у нашу запрошена юрист. А її виступ, тема, те, що ви хотіли. Програма «Доступне житло». Що це таке за подарунок? Кому він? Девелопером чи українцем? Дякую. Татьяна, я би хотіла все-таки вернуться к програмі «Доступне житло», поскольку ми плотно юридично взаємодействуємо фондом, государственним фондом содействують молодіжному житлоу і, по сути, той вивод, який на сьогоднішній день напрашивається, це вивод, що програма, хоча она реалізується на текущий момент, по сути, она пребуває в достаточно критичному состоянию, якщо рассматривати с позиції рисків і перспектив її реалізи на будущее в тому форматі, в який заложен як модель, фінансово-правова модель в законодательстві на сьогоднішній момент. По сути, є два пути розвития. Перший путь – це, либо эта программа преобразується в аналог государственного российської лотереї, «Доступне житло», є такая программа в РФ, по сути, в этой лотереї буде участвувати не тільки інвестор, а ще й государство, вкладывая государственні средства в никуди. Либо второй путь розвития – це реформування, кардинальне реформування. Возможно, в цьому контексті і будуть актуальні те президентські іниціативи, які направлені на реформування. А тепер хотілося б обратити внимание коротко на сдерживаючих факторах, почему программа так може бути охарактеризована на текущий момент. Ну і предложення, безусловно, ключеві предложення, які, на наш взгляд, могли б кардинально повлиять на ситуацію. На моїй взгляд, вони не тільки лежат в плоскості фінансової. Денежні ресурсы, навіть якщо вони є, вони можуть бути неэффективно потрачені с большой степенью риска. Итак, сдерживаючі фактори. Среди сдерживаючих факторів хотіло б обратити внимание на следующий. Перший фактор – градостроительний фактор. На сьогоднішній день, я не знаю, муниципалітетам особенно хорошо известна эта проблема, она является, по сути, одним из последствий реализации градостроительной реформы, внедрением в Закону Украины о регулировании градостроительной деятельности. Это проблема отсутствия градостроительной документации. Я напомню, що уже на сьогоднішній день в силу Закона України о регулированні градостроительной деятельності, реализация любого нового строительного проекта допустима исключительно при наличии утверждоній градостроительной документации. І не следує полагати, щоalenість у нас Нарма в Законі о ñ主ну дzentерelні році Если в участке при наличии утвержденной градостроительной документации можно с 1 января 2013 года, то сегодня это не проблема. И я хочу от имени многих муниципалитетов, с которыми мы работаем, 100 депутатов Харьковского городского совета уже выразили это мнение официально, что фактически это положение уже есть барьера для начала и отвода земельных участков под любые проекты, в том числе под проекты доступного жилья. Поскольку, хотя и генеральные планы населенных пунктов есть в каждом населенном пункте еще с советских времен, но второго вида градостроительной документации, который является также обязательным, детальные планы территории, их нет, их нет нигде, даже в Киеве есть не везде, а соответственно нет детальных планов территории, которые должны конкретизировать. Ведь упрощения, которые мы получили, они действительно состоялись упрощения, ведь они базируются на таком фундаменте, как сформированная градостроительная документация, потому что они основываются на том, что если есть уже изначально определенные показатели для будущей застройки, по сути даже в некотором смысле требования к зонированию, только тогда может выделяться земельный участок под застройку и разрешительные процедуры производиться в упрощенной системе. То есть проблема первая, под доступное жилье сложно сейчас под новые проекты выделить землю, без нарушений законодательства, без явных нарушений. Но еще тут курьез есть такой момент, что отсутствие детальных планов территории, ну да, технический момент, но можно же их разработать, профинансировать. Здесь есть кардинальная проблема. Есть инвесторы, которые готовы оплатить разработку детальных планов территории, но дилемма заключается в том, что это сделать на сегодняшний день невозможно, потому что детальные планы территории должны разрабатываться по новому закону. А под новый закон не приняты государственные строительные нормы, регламентирующие разработку ДПТ, детального плана территории, в том составе и согласно того содержания, который закреплен в законе. Таким образом, если инвесторы будут вкладывать средства в разработку детальных планов территории, то он не сможет обеспечить их разработку и последующее утверждение в соответствии с требованиями этих законов. Поэтому этот процесс, он в целом остановлен. То есть, краткий вывод, пока действует эта норма, а по всей видимости, ну, она еще будет действовать, сдерживается вход на рынок новых застройщиков, которые могли бы реализовывать в том числе проекты доступного жилья. Соответственно, нужно ее подкорректировать. Вторая, второй сдерживающий фактор. Ипотечное кредитование. Это, конечно, также проблема острая, можно ее в плоскости финансовой рассматривать. Я бы хотела ее рассмотреть в плоскости правовой. Ипотечное кредитование, при тех всех инструментах, которые законодательно предусмотрены, интересные инструменты. Это инструменты рефинансирования кредитов, это ипотечные облигации, ипотечные сертификаты, закладные, которые позволили бы оживить этот сегмент. Они не работают. Ну, в частности, не работают ипотечные сертификаты. В нескольких вариантах работают ипотечные облигации. Почему вообще ипотечное кредитование сдерживается? Можно в качестве фактора привести отсутствие обеспечения. Чем может застройщик или инвестор обеспечить полученные кредиты, но при рассмотрении программы «Доступное жилье» все-таки обеспечение должны предоставлять и застройщик, и инвестор. Это первый фактор, который мы отработали с фондом. Фонд предоставлять как финансовому учреждению, который предоставляет кредиты, ну, не кредиты, а предоставляет государственную поддержку. Так вот, нет предмета обеспечения, потому что, ну, имущественные права на будущую недвижимость, они фактически являются ненадежным, и судебная практика в первую очередь подтверждает, что эта абстракция и ипотечные договоры, предметом по которым им являются имущественные права на будущую недвижимость, они элементарно могут быть признаны недействительными. Здесь бы я хотела привести опыт Российской Федерации. Почему в Российской Федерации нет такой проблемы с ипотечным кредитованием? Там есть решения, которые эффективны и позволяют эту решить проблему. Решения, которые имеют корни немножко в регуляторной сфере, нежели в ипотечном кредитовании. Ну, во-первых, у них имущественные права такой категории нет, во-вторых, у них допускается привлекать средства, любые средства от населения в строительство жилья на этапе, когда есть определенная процентная готовность объекта. Не просто на этапе получил разрешение на выполнение строительных работ, или зарегистрировал декларацию на начало строительных работ, а когда есть определенная существенная процентная готовность. А когда есть уже процентная готовность объекта, уже можно говорить о том, что она имеет материализованный вид и есть тем объектом, который может быть заложен под кредит. Этот кредит уже приобретает немножко другой формат обеспечения, с позиции обеспечения. И второй очень важный момент, который есть в Российской Федерации, о нем постоянно говорят в Украине, но упорно его не внедряют. Это метод, который, на мой взгляд, позволил бы решить проблему не только связанную с строительством доступного жилья, а проблему недостроев, проблему нарушения, грубейшего нарушения прав инвесторов. Это государственная регистрация всех сделок с состроящейся недвижимостью. В России это внедрено. Более того, следует отметить, что в России нет ни фонда финансирования строительства, ни целевых облигаций, которые просто дискредитируют этот процесс финансирования строительства. Там есть два инструмента. Это либо договоры долевого участия, это прототип наших инвестиционных договоров. И все они регистрируются. Да, инвестор, застройщик платит 200 долларов за регистрацию каждого, но есть регистрация, есть гарантия у инвестора, что его право на эту будущую квартиру уже подлежит на этапе строительства определенной регистрации. Ну и второй механизм, который есть в России, я считаю, вот именно он прототип, который мог бы быть внедрен в Украине, как для механизмов доступного жилья, это накопительные, жилищно-строительные кооперативы. По сути, это вот тот инструмент, который бы позволил инвестору, который получает, например, сегодняшний день 4 тысячи гривен, безусловно, он не может мечтать о потечном кредите с погашением процентов. Но что он может делать? Мы, кстати, разработали такую же программу, назвали ее программу государственных жилищных сертификатов. Это нечто подобное. Да, так вот суть какая, что инвестор, который планирует в ближайшие годы приобрести квартиру, он вступает в кооператив или приобретает ценную бумагу, которая постепенно позволяет ему накопить до 30%. Но если ценная бумага, то это даже лучше, потому что он может ее подарить, распорядиться. Увы, нету таких ценных бумаг. Более того, что... Минфин уже презентовал свои ОВГЗ для частных лиц в евро, в долларах, в гривенах. ОВГЗ это немножко... Это все-таки облигации внутреннего государственного займа. А они не будут обеспечены этой недвижимостью. Поймите, нам для этого рынка нужна ценная бумага, обеспеченная строящейся недвижимостью. Парадокс, но в Украине, где массово и в большей степени ценные бумаги используются в сфере строительства, нет практически ценных бумаг, обеспеченных строящейся недвижимостью. Такой бумагой есть ипотечная облигация, но она не может быть обеспечена строящейся недвижимостью, только готовой. Потом закладные, но там есть другая законодательная неурегулированность, которая исключила их из сферы этого обращения. Но я возвращаюсь к системе накопительного жилищного строительства, которое, на мой взгляд, было бы той моделью, которая бы позволила всем принять участие и снять с государства финансовую нагрузку, результатом которой может быть инфляция. Так вот, инвестор кладывает, приобретает эти ценные бумаги до определенного уровня. При этом может распорядиться своей инвестицией. То есть он не загоняет в себя в рамки жесткого участия и невозможности выхода. Да, он понимает, он сегодня отказался от решения купить квартиру, но он продает другому участнику свою, так как покупка в группах. С другой стороны, она будет делаться под государственную гарантию. И что еще важно в этой системе, что уже будет саму структуру этот кооператив будет кредитовать банк. И он будет иметь обеспечение в виде ипотеки объекта незавершенного строительства. То есть система накопительного инвестирования доступного жилья, на мой взгляд, более жизнеспособная. И для этого можно изучить опыт Российской Федерации, но и внедрить те наработки, которые есть по строительству. Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать, что также почему-то не было озвучено, но на самом деле, мне импонирует опыт Российской Федерации, поэтому я его буду приводить. И считаю, что эта страна многократно впереди в этих вопросах, нежели мы. Это вопросы государственного частного партнерства. Это болезненная тема. У нас есть закон о государственном частном партнерстве. Закон два года действует. Ни одного проекта не работает. Но это полбеды. У нас вот регулярно, я просто выиграла тендер, у САИД по консультированию органов местного самоуправления по вопросам государственного частного партнерства. Я встречаюсь с муниципалитетом, и мы единогласно приходим к тому, что мало того, что этот закон не работает, в 2008 году до вступления в силу этого закона успешно реализовывались в условиях кластеров, в условиях других институциональных механизмов, таких как консорциумы, проекты, например, строительства жилья на условиях государственного и муниципального и частного участия. Сейчас же, когда вступил в силу этот закон, он фактически стал громадным препятствием, он заблокировал развитие этих отношений. Он ничего нового не создал. Например, в России есть там, ну, опять же, ценные бумаги. В зависимости от того, где строят. В России, безусловно, выше. Но в любом случае, когда они сравнивают даже наше упрощение разрешительных процедур, понимая, что ценой этих упрощений является изначальная разработка градостроительной документации, без которой все эти упрощения невозможны, они все-таки склоняются к своему законодательству. Для них оно понятнее, прозрачнее, и как минимум у них нет таких финансовых пирамид, которые у нас в массовом количестве есть. И вот самая опасная, и самая, я считаю, наша большая задача, и вот мы с фондом сейчас над этим работаем, чтобы предотвратить тот факт, что система доступного жилья по тем договорам, которые были заключены, я уже не вникаю в подробности, почему там есть элементы финансовой пирамиды, то есть предотвратить и не допустить, чтобы она также превратилась в существенные риски для инвесторов. Почему существенные риски? Ну, потому что фонд дает только 30%. 70%, если не кредит, то инвестор дает своих средств. А если завтра застройщик обанкротится? Да, фонд потеряет свои 30% средств, но инвестор он тоже потеряет. А получается, что крайним будет фонд, потому что фонд делает проверку этого застройщика. На сегодняшний день уже понятно, что застройщики многие потенциально под риском либо ликвидации, либо незавершения проекта. Вопрос, кто будет дофинансировать этот проект? Вопрос второй, чем обеспечить? Как заменить этого застройщика? Фонд не может на сегодняшний день, если застройщик не жизнеспособен становиться в этих проектах доступного жилья, он не может его изменить. То есть, поэтому сейчас задача максимума это спасать участвующих. Скажешь, не быть хорошая, Наташа. Ну, я как могу найти задачу. Мы еще не реформировали. Нет, реформировать надо, просто нужно подходить планомерно. А это зараз дерегуляция довели до абсурда. Ну, господин Николаевич, давайте по Фельдмановской законодательной инициативе. Которые реализуют частные компании и которые заморожены по причине финансовой невозможности их реализовать, были бы, что, собственно говоря, сделаны? Переданы сначала в коммунальную собственность. Таким образом, были бы защищены имущественные права частных инвесторов, которые уже вложили разную сумму. А потом, только выдав соответствующие пакеты документов, уже реализовывался этот недострой, но на аукционе, как дальнейший, уже либо достраивался городом. В зависимости от того, какая ситуация у этого недостроя, на какой стадии он, собственно говоря, и завис. И меня вот еще вопрос какой интересует. Скажите мне, пожалуйста, почему вы лишаете проблемы в министерстве и вообще все разные только социальное жилье и так далее? А вы не хотите создать государственную программу поддержки застройщиков, девелоперов, которые будут принесут деньги своих инвесторов из разных стран мира в экономику Украины? Вы не хотите создать программу с Ассоциацией городов Украины, у которой 4 тысячи гривен доход вообще по всей стране за пределами кольца? И таким образом матрасные деньги влить в экономику? Девелоперы, которые проехали с Руатшоу по всем, так сказать, странам мира и Европы и по 3-5 миллионов там собрали для реализации своих проектов? И я надеюсь, что Игорь Мельник меня поддержит и еще больше добавит в этом соли, как говорится. Почему вы не делаете государство, почему государство так узко мыслит в чиновнике, что оно само-само тушкой? Зачем? Откройте ворота. Деньги есть. Они никуда не делись. Мы должны эти расходы просто превратить к себе эти потоки в нашу страну. Это всего лишь вопрос, Владимир Николаевич, даже, извините, Александр Анатольевич, не экономики, это вопрос мышления. Вот об этом надо думать. Вам надо общаться и с девелоперами, которые привлекают капитал, с застройщиками, которые строят и которые придут к Солью и скажут, где мои удешевления строя материалов. Вот, пожалуйста, Игорь Мельник. Пані Татьяна, я також хочу вам подякувати за таку критичную реакцию на те, що влада повинна більш ширше думати о цих питаниях. Тоже, сейчас по законопроекту Фельдмана, про який вы говорили, я вам не відповім, поскольку це не юрисдикция того комітету, до якого я вхожу, на превеликий жаль. Я ее детали не знаю для того, чтобы дати свою аргументованную юридичную відповість. Ну, общую идею я уже изложила. Защитить частного інвестора путем передачи замороженного здания, которое застряло именно на городской бюджет. Игорь, вы теперь можете сказать этой власти, которая мешает вам, которая ездит по миру, собирает капитал, привлекает, делает все, что только можно, все, что вы считаете нужным. А Лукьянов сейчас запишется и вернется, и дослушает. У нас прямая трансляция, видео, аудио, у нас идет запись. Так что все в порядке. Ну, спасибо за возможность, которую вы предоставили сказать что-то этой власти. Но, к сожалению, сказать нечего. Честно говоря, в нынешней украинской ситуации, которая есть на строительном рынке, дерегуляция гораздо более сильнее способствует развитию этого рынка, чем регуляция. Когда чиновники, которые меняются очень часто, на своем месте принимают какие-то решения. Вот сегодня мы решим, как реанимировать отрасль строительную. И это для них не долгосрочный перспектив, завтра их могут снять, через год могут снять, они не думают на 20 лет вперед, они не могут заложить правильные решения. Просто не могут. И они закладывают какое-то решение, или для того, чтобы отчитаться, или для того, чтобы не сняли, или для того, чтобы сделать какую-то сиюминутную для себя выгоду, или какое-то сиюминутное лоббистское решение. То нам это никак не помогает. Нас можно просто оставить в покое и просто не мешать. Ну, не мешать действительно есть украинское законодательство, его нужно пересматривать, действительно пользоваться лучшими опытами, которые сделаны в странах со сходным менталитетом, со сходными стартовыми позициями. Относительно роут-шоу и поисков деньги за рубежом. Нам верят, когда видят, что мы можем что-то показать. Нас спрашивают, что вы уже сделали, покажите. Если есть что показать, если стоят объекты, если они работают, если у тебя нет скандальной репутации, если у тебя нет каких-либо задолженностей ни перед государством, ни перед кем-то, нам верят. И говорят, да, хорошо, мы будем рассматривать ваши проекты. Но потом вступают в игру так называемые страновые риски. А как вы защитите юридически свою компанию? Показали, как защитить. А как вы защитите наши инвестиции, если у вас будет то-то, то-то? Показываем, показываем, доходим до странового риска, до так называемой коррупционной составляющей, которую они не согласны принимать никак. Они говорят, если вы принимаете белое финансирование, у вас должна быть белая отчетность. Вы не можете никаким образом решить вопросы с этой коррупционной составляющей. Вам нужно будет придумывать схемы, каким образом это решить. И на этом все останавливается. Они не понимают, когда мы пишем в графе иные расходы, или расходы на согласование. Как бы я их ни назвал, они все равно поймут это. И на этом все останавливается. Мы говорим о сильно белых компаниях. Есть, конечно, компании, которые там совсем недавно или в европейском пространстве, или это компании офшорные, которые понимают, с ними легче. Да, правда. С ними легче. Они как-то это все воспринимают. Все равно бизнес движется. У нас огромный отложенный спрос. Это один раз прозвучала эта фраза, но на этом все и строится. Весь бизнес строится на ожиданиях. А ожидание – это отложенный спрос. Ты не можешь быть уверен, что тот бизнес, который ты построил, у тебя точно заберут. Потому что такой бы бизнес был бы самым лучшим. Ну, вернее, тот продукт, который ты сделал, тебя точно купят. Да, это был бы самый лучший бизнес. У всех есть какие-то риски. Поэтому, извините по Фрейду, да, оговорочка. Не знаешь, сейчас не знаешь. Поэтому это я немножко прошелся по тем инвестициям, которые безусловно верят, смотрят, могут, но это не стопор. Нас не закрывают перед нами двери, а с нами разговаривают. А теперь относительно темы, да, социальное жилье, доступное жилье. Не единожды привлекался в команду разработчиков национального проекта «Доступное жилье» нацагентства под руководством господина Каськиева. Но так как я размышляю только как девелопер, как бизнесмен, и я даю чистую математику, и там была несколько раз смена руководства этим проектом, именно этим проектом, каждый раз наталкиваясь на то, что все-таки хотят отчитаться, а не сделать. Отчитаться. Вот мы делаем. Легче вести процесс, чем ответить за результат. Чем более длинный процесс, тем дольше ты находишься в схеме, поэтому, к сожалению, это не потому, что они сознательные какие-то там, ну, делают вещи. Нет, это уже так сложилось. Ты, ну, поставил наш президент такую задачу – сделать доступное жилье. Почему-то доступным жильем обозвали жилье, стоящее 4 тысячи гривен за метр квадратный. Ну, это 500 долларов по нынешнему курсу доллара, да, условная единица, хотелось сказать. Почему 500 долларов? Он может быть и меньше. Ну, почему 500 долларов? Почему 4 тысячи гривен? Это цена продажная или цена себестоимости. Ну, нужно определить. В этом уже есть неразбериха. Следующее. Что такое для государства эта стоимость? Если государство хочет само потратить 500 долларов на метры квадратные, которые оно само на свой властный рост распределит между теми категориями населения, которым необходимо это жилье, это одно. Если государство хочет сделать такой строительный бизнес или такой строительный подротрасль жилье, в котором бы максимальная стоимость была 4 тысячи гривен и в ней должна быть уже прибыль девелопера, то это абсолютно другая задача. Но до сих пор этого никто не может понять. Фигурирует во всех СМИ, во всех материалах, что 4 тысячи гривен на него надо ориентироваться. С коммерческой точки зрения эта цифра невозможна. С точки зрения себестоимости на сегодняшний момент вполне возможно. Я много раз это объяснял, показывал на пальцах, на калькуляторе, считали по самому простому. Почему это возможно? Раскладывается просто себестоимость на 5 компонентов. Самых важных. Первое. Для того, чтобы вы делали что-то, у вас должно быть место, на котором это земля. Сегодня в городе Киеве, ну, ту ситуацию, которую я отлично знаю, входя в какой-то проект на рыночных условиях, тебе на будущий метр квадратный, на будущий метр квадратный нагрузка при покупке земельного участка от 100 до 500 долларов. В зависимости от локализации. Это будущий метр продаваемый. Значит, из 500 отнимаете уже 100 на землю. Осталось 400. 35-45% это строительно-монтажные работы, конструктива, который всецело на сегодняшний момент уже независимо от зарубежных импортных товаров. То есть это металл, песок, вода, цемент, ГСМ, рабочие руки и амортизация оборудования, которое делается, можно сделать его на допотопном оборудовании. Это все есть внутри Украины. Это никакой импортной составляющей практически нет. Ну разве что там павы какие-то для супербетона или химия какая-то. Вот мы от строительно-монтажных работ, от этих оставшихся 400 долларов, у нас есть 40%, мы получаем 160 долларов. Это то, что идет на конструктив. Мы отнимаем. Остается у нас 260 долларов, которые мы должны были бы как-то потратить. Сюда уже, конечно, вкладывается вся инженерия, начинка, которая практически больше, чем наполовину, импортная. От кабелей каких-то там фурнитуры, вентиляторов, стекла. Ну это все равно имеет составляющую импортную. Ты на нее никак влиять не можешь. И теперь мы начинаем говорить о том, что объект стоит и к нему нужно подвести сети. В этих же деньгах должны быть наружные сети. Наружные сети это тоже абсолютно городская и государственная задача и приоритет. Себестоимость подведения наружных сетей достаточно низкая, потому что она уже многократно заложена в различных бюджетах. Каждой сетевой компании, которая поставляет коммунальные услуги, то есть Киев Энерго, Киев Водоканал, они каждый роют свою траншею. Если бы они вместе собрались и поняли стратегически кто где когда роет траншею, они бы сложились вместе и не разрывали бы одну улицу по три раза в год, что мы видим везде. А каждое разрытие это деньги. Асфальтирует, это все деньги. Если это все посчитать, то президенту можно отдать по себестоимости метр квадратный 500 долларов. И он теми структурами, которыми он непосредственно руководит, раздаст это своему населению. Потому что для государства при строительстве сортжилья важна не нажива, не профит, не заработок, а выполнение своей социальной обязательства. Потому что государство есть тогда, когда есть население, недостаточно территории. Вон есть Антарктика, вон есть Гренландия, но там нет населения. И это не живет как государство, но не функционирует. Поэтому высшая форма власти должна поставить себе задачу на доступном жиле не зарабатывать, а сделать его доступным и отдать своему населению, выполнив свой социальный обовязок. Потом это социальное население станет спокойным, хорошим, работоспособным, начнет работать, приносить налоги, решать демографические проблемы и таким самым вторично вернет в бюджет и самому государству эти деньги. И экономика закрутится. Сказали, что записано. И теперь составляющая коррупцина. Сменьшилась? Смотрите, она упростилась. Ну вот упростилась и уменьшилась. Она упростилась. Смотрите, но нельзя говорить полностью, что это они виноваты. Все виноваты. И дающий, и берущий. Но теперь нужно мотивацию каждого найти. Берущего мотивация понятна. Он же потом же приходит и покупает эти метры квадратные, потом он покупает еще что-то. Не важно, ему хочется так жить. Но мотивация дающего. Я дающий. Я, например, строю бизнес. У меня нет всех своих денег. У меня есть деньги на equity, на проект. Я прихожу в банк. Банк мне дает какой-нибудь кредит. Ну, очень удобно считается 12% кредит в год, потому что это процент в месяц. Что для меня важно в бизнесе? Мне важно в бизнесе не перепотратить деньги, потому что я еще не знаю, продам ли я свой продукт. Поэтому я беру деньги кредитные осторожно. Если я беру деньги осторожно, то беру только на то, что нужно, и значит я зависим от скачков цен на строительный материал. Я беру ровно столько, сколько мне сегодня нужно. Хотя логика подсказывает. Если бы были мои собственные средства, и они были бы дешевые, я бы купил все, нача от металла, заканчивая всеми фурнитурой, положил бы и делал бы. Я не был бы зависим от скачков цен. И я бы не закладывал риски на скачки цен, потому что начинаю продавать свою недвижимость, еще не завершив. Но не завершив, я еще не знаю, какая конечная стоимость моего метра квадратную, и поэтому я говорю и объясняю своим покупателям. Ну извините, тут видите, там ГСМ вырос, вот здесь металл поднялся. Скачки в 2007 году были разительные. Если я начинал строительство своего объекта, я себе стоимость метра квадратного в 2005 посчитал 450 долларов, то в 2007 я его заканчивал 980. Просто потому что такие были росты. И, конечно же, я каждый раз перезакладывался. Но если бы были доступные средства, 3-4 процента, я бы купил все, положил себе в шухлядку и строил бы все из своего материала. Я этого не делаю. Но поэтому получается, как бы я делаю все не спеша. С другой стороны, я спешу. Потому что я взял деньги. А время деньги. Мои деньги, те деньги, которые я взял у банка, каждый день мне капают проценты. Я спешу, прихожу к чиновнику. Чиновник сидит в монопольном окне, в узком месте лейки. Он знает, что я спешу. И каждый день просрочки он, как бизнесмен, может мне посчитать. И поэтому каждый чиновник в итоге становится моим партнером. Потому что он в доле. Он хорошо может посчитать мои деньги. Да, конечно же. И самое главное, так как он чиновник, то нет конкуренции. Ты не можешь пойти в соседнее окно, которое говорит, а я сделаю это дешевле. Угадаю мелодию там с двух аккордов. Нет. Ты соглашаешься на это. Потому что ты спешишь. И ты на это соглашаешься. И идешь на это. И в итоге и дающие, и берущие оба виноваты. Сюда же мы и виноватыми банки сделаем с высокими кредитами. Высокие кредиты, потому что им дают кредиты тоже с высокими страновыми рисками. Они говорят, вы знаете, ну мы же Украина, нам тут европейские банки дают под другие проценты. И мы теперь уже и европейские банки виноваты. Европейские банки говорят, а у вас здесь, извините, отбирают все последнее. Там вот сейчас там с каким-то банком. Юникредит банком последняя ситуация. Если она не разрешится, то будет. Можете остаться в 12 часов, вам ответит глава правления. К сожалению, мне надо идти работать. И в час, мне уже надо работать. Поэтому с позиции девелопера я попытался коротким таким спичем рассказать, как мы живем. Да, мы живем неплохо, но это такая круговая порука, где уже обвинить кого-то одного нельзя. Но если стоит задача что-то выполнить, поверьте, это есть возможность. Это не виртуальные цифры. Можно и дешевле сделать. Можно и сделать дешевле. Я каждый раз считал, в каждом году, в котором меня привлекало это нацагентство, я каждый раз делал расчет. Каждый раз считал, показывал. Это все было на частном уровне, потому что так получалось, что каждый новый, кто приходил, знал меня и каким-то образом мы просили, поучаствовать. Но оно не работает, вы же видите. Я буду вам вопросом. Уважаемые девелоперы, вы тут только что сказали, что в 2007 у вас была себестоимость одного квадратного метра 950 долларов. 908 строительной себестоимости. Это не общепроектно. Это без цены земли, без налогов, без ничего. А поскольку вы людям в 2007 один квадратный метр продавали, скажите? Две с половиной, три. Ну, так получается, сколько вы, так сказать, себе, вот, скажем так, процентов, так же, если на вели. То есть вы жили очень, вот, прекрасно. Прибавьте сюда, пожалуйста, себестоимость метра квадратного, который себестоимость метра квадратного приходит с земли. Так что, вот, не надо жаловаться, пожалуйста, дорогой девелопер. Я хвастаюсь, извините. Это вам сейчас тяжко. Тоже не тяжко, сейчас гораздо интереснее. Подождите, давайте я вам, я захищу. Подождите. Ці люди, які реально творять, реально, что-что? Газета «Урядовый курьер» Олег Громов. Очень приятно. То, вибачте, люди, які реально створять житло, в якому жити, в умовах абсолютно ненормальных. Людина, яка, чому він має йти до цього вікна? Урядовый курьер. Так ви маєте писати в «Урядовый курьер», закрити всі ці чортові вікна чиновничі і дати людям працювати. 300% в Италии, мартинцы. Чекайте, зрозуміте, ну, дуже просту річ. Как так посчитали? Извините, а как посчитали? Почекайте, почекайте. Ви розумієте, він же вам прописав ризики. Він намагається цими ризиками перекритися. Якщо у нього 40% корупційного податку... Пане Суганяково, 500-300% рентабельності, це можна ще... А тепер, чекайте, от до вас, не до вас особисто, а до галузі, є безумовно там люди, які мали реально 200% рентабельності. Почекайте, спустіть і стоять по 5 років ці будинки. Спустіть ціну, я не знаю, рентабельно зробіть, навіть нульову. Так і роблять. Почекайте, запустіть процес, щоб фінансовий оборот пішов. Банки сядуть на ці обороти. Але, я розумію, чому ви не робите. Ви б зробили, якби нуль, оцей корупційний податок був. Якщо справді 6 місяців, а не 2 роки на початок будівництва, і все пішло. Тоді б ви це зробили. А коли тут нема просвіту, то так і залишається. І їм треба шапку зняти, що в нас хоч 10-та частина, але робиться у цього будівництва, розумієте? А в таких умовах, йому нічого не залишається. Або бути будівником, але взагалі йти, я не знаю, співати, в театри виступати. Так у рентабельності, ви ж самі знаєте про це прекрасно, пана Согоняка, немає ніде в світі. Так що не кажіть, будь ласка, нам нічого. І немає ніде в світі. 300-500% рентабельності, це... Почуйте мене, і немає ніде в світі таких ризиків, як у нас. Вони ці всі ризики собі відбили, в шапку закидали, і все отак от жили прекрасно, припіваючи. А коли тільки криза ляпнула, то все. У них все завалилося, вони бідні, вони нещасні. У мене до вас запитання. Вони мають 300%. У мене до вас запитання. Якби у нас не було оцих ризиків, про які так будівельний гард нам прописав. Як ви думаєте, вони погодились на 20% рентабельності чи ні? Не знаю. Безусловно, ми абсолютно понимаємо, що зараз... Думаю, що ні, тому що в нашій країні всі звикли жити. 100% – це добре, а 20% – це погано. Зараз вам відповідь на всі ці питання ще й Татьяна Ізотова. Знаєте, чому? Тому що комфортно люди хочуть жити не тільки в багатоітажних квартирах, але ще й в коттеджах, або в якихось частних домах. А вот може ли бать частний дом комфортним і доступним по цене? Вот вам відповідь ще один девелопер і професіонал именно в цьому віде нишевої недвіжимості. Я хотела привлечь внимание, що все доступне жилье крутиться в основному в багатоітажному строительстві. А вот малоітажне коттеджне строительство, в общем-то, їм вообще не уделяється никакого внимання. Тем не мене, в странах мирових, в России, в Канаді, Фінляндії, зараз большой дільний вес направлено на розвитие того же доступного жилья именно на сферу малоітажного строительства. У нас тоже малоітажные коттеджные городки сильно развивались до 2008 года, пока не грянул кризис. Но с появлением кризиса ситуация резко изменилась. Хотя на тот момент были даже случаи, что люди продавали свои квартиры и покупали коттеджи для того, чтобы жити комфортно. Сейчас эта отрасль достаточно в такому немножко, как сказать, не то чтобы запущенном состоянии, но в состоянии, на который мало кто, правительство обращает внимание. Хотя, есть достаточно различная вариация новых материалов, кирпич, пенобетон, дерево, сэндвич-панели, которые удешевляют очень это строительство. В то же время они дают дополнительное преимущество, это экологически чистое, или как бы сейчас зеленое строительство может развиваться под эгидой именно малоэтажного строительства. И экономить те же проблемы с газом, о которых говорят. Малоэтажное строительство даже в России идет на то, чтобы сокращать потребление газа. Тут много говорилось сегодня именно в экономической составляции. Я должен торчиться. Я ездил, я вам поддерживаю вас. В связи с тем, что в России даже существует зально российская программа. Да, наступная малой этаж. Там видатная женщина это очолюет. Ей принимает Путин и Медведев. У нас никто не может добиться. И они действительно, ну и мы тоже. Вы очистите, что сегодня, если государство только финансирует 80 таких жителей, то в основном будет сегодня приватный забудовник. А в основном больше половины жителей в окременных районах, как в Закарпатті, 90% жителей – это приватный дом в сельской местности. И это, наверное, есть здесь. И сегодня, фактически, приватный забудовник тянет эту галузь. И если в Беларуси было 6,7% валового продукта, то сейчас 11, мета ставится 14, то в Украине немає 4% будивництва сегодня в валовом продукте, а в Киеве 2,7% было там несколько лет назад и все так. Потому что галузь, в принципе, газеты своей немає, галузь, в принципе, никому не керуется. Дерегулювалась настолько, что закупили 13 веконных блоков, выправили, ни одно векно не отвечает сегодня нормативу. Вот масса людей, кто делает, и никто не понимает, и после регуляции нема до кого-нибудь вернуть, и закислить интересы споживача. Мы столько, что уже просто держава не захищает ни споживача, ни своего инвестора. Ну и остальное, чтобы я хотел бы, извините, что я говорю. Знаете, оце передвиборчие разговоры, я не уявляю, как это может президент выявлять свою инициативу, про которую не чув Кабмин, перед этим не обраховывал. Ну, это же, напевно, ну, або подставила, або он тогда перед этим должен был почитать, перед тем, как говорить. Я не знаю, как. Ну, это не возможно, это раз. По-друге, сегодня уже будивельные материали в цени зростают. Принцип, газ став уже 600, для наших предприятий, уже 600 долларов, 100 тысяч кубов. У Беларуси – 160. Тепер Беларусь, газобетон, у нас газобетон сьогодні 800 за куб гривен, а Беларусь присылает 400. Вот мы написали зараз. Вот вам зараз будет защит нашу внутреннюю рынку. Ну, это же все рукотворное. Но еще одно дело. Не надо посилаться там на девушку, которая сидит. Розумієте, пора уже без неї все повирішувати и больше позорно не посилатись, а поспівчувати. А ви что решили? Не сидите, а не решили. А вагони? Сьогодні для того, чтобы отправить цеглу, личкувальную, как личковую, в Казахстан, вартість додаткового вагона з 1000-1500 долларов плюс. Вот до того, як реформатори цим не займались. Було погано, но можно было отправить. Вагоні 8000 этого товара, 8000 долларов, и вот тебе 1500 добав. Но проблема, что же не в том, мы же понимаем проблемы с залезницей. Но российская залезница сделала то же самое, от чего теперь отмолвается, а мы идем этим путем. Но российская залезница за три года увеличила тарифы вдвече. Наши реформатори за три месяца втрече. И вагоны никто не куповал, им подаровали. И вот эта вагонная складова снова лягает на подвищение будильництва. То есть, фактически, мы не ждем никакого дешевления, ни про какие 500 долларов, это можно только мечтать, в отдельном взятом, наверное, селе, где-то можно побудовать перед выбором какой-то дом. Это все нереальные, это все мифы. И серьезно, галузью, надо еще только начать заниматься. Но все-таки, Иван Николаевич, Вы затронули очень интересную тему защиты инвесторов. Я бы вопрос защиты инвесторов и вопрос рентабельности поставила как бы на как единый вопрос. Как найти баланс между защитой инвесторов и рентабельностью? При этом, хотела бы напомнить одно из последних событий. Вы знаете, оно не связано со строительством, но оно есть интересной мыслью, идеей для того, чтобы в дальнейшем разрабатывать новые, наверное, механизмы строительства, внедрять. Вот, несколько дней назад президент подписал закон, новый закон, закон действовал ранее, в новой редакции закон о фонде гарантирования вкладов физических лиц. То есть, фонд гарантирования вкладов. Напомню, что функцией фонда является в случае ликвидации банка выплата возмещения на текущий момент в размере 150 тысяч гривен, 150 тысяч, то есть, около 20 тысяч долларов. Когда же мы говорим о строительстве, где есть рентабельность, пожалуй, ну, мне сложно, конечно, говорить, но, наверное, сопоставимо с рентабельностью, получаемой банком, по банковским кладам, банк, кредит, депозит, да, то есть, наверное, она даже выше, хотя есть его времени развить, но это не в этом вопрос. То, может быть, все-таки обратить внимание, что при такой рентабельности, которую нам уважаемый представитель застройщика озвучил, может, как вы вообще бы смотрели на то, что в целях защиты там, ваших инвесторов или внешних инвесторов создать фонд, фонд гарантирования прав инвесторов строительства, жилищного строительства. В каком составе? Это отдельно, но момент какой, чтобы вы часть своей рентабельности, ну, например, по аналогии с банками, банков меньше, чем застройщиков, и то они там ноль, ну, хотя у банков больше средств, но это все вопросы, подлежащие отдельному глубокому изучению. Чтобы вы часть, какую-то, ну, разумную часть, соизмеримую часть своей прибыли, хотя прибыль вы, наверное, будете спрятать, наверное, как вы продаете, через институты совместного инвестирования? Смотрите, под каждый проект, скорее всего, по правилам, не будем говорить, что делаю я, я вам могу говорить об аморфском девелопере, создается, ну, новая ТОВК, да, потому что... Понятно, понятно, что... Эта новая ТОВК никак не связана с твоими предыдущими заслугами, она связана только там виртуально, поэтому эта новая ТОВК насыщается тем объемом средств, который необходим сейчас для поточной деятельности. Происходит какой-то... Если ты берешь кредит где-то в банке, ты показываешь бизнес-проект, у нас все равно нет настоящего проектного финансирования 15-летнего, да, это обычные кредиты, ну, будем называть своими именами. Как вы продаете гражданам вот эта ТОВК, которая создана под конкретный проект? Инвест-договор до ввода в эксплуатацию, после ввода в эксплуатацию. Вы говорите, вы сейчас по инвест-договорам продаете? На сегодняшний момент продаж практически никаких нет, все объекты, которые были завершены и введены в эксплуатацию, на сегодняшний момент продаются уже по прямым договорам о купле-продаже. На сегодняшний момент, вы же видите, стоит строительство, мы на сегодняшний момент... Я согласна. Вот по тем застройщикам, с которыми мы работаем, вот, ну, как бы, мой взгляд со стороны, продажи активно идут. Практически каждый застройщик, я могу назвать даже объекты, и парк-авеню, и Киев-Горстрой-колдинг, Киев-Горстрой-дом, и дальше там парковые... И схема вам понятна. Да, мне все схемы понятны. Вот, но смысл в том, что... Не смысл схемы, смысл, что продажи достаточно активны, соответственно, и этому есть хотя бы одно из экономических объяснений, потому что, ну, уже для кого не секрет, что банки на следующий год в бюджетах закладывают курс доллара... Даша, мы импортозамещены, не можешь кружок высветить? Курс доллара к гривне закладывают 13 гривен. Ну, во всяком случае... Ну, я слышал про 11. Ну, разные банки по-разному закладывают. Ну, соответственно, мы как граждане, да, понимаем, что наши доходы обеспечиваются более чем на 11% со следующего года. Более того, есть, уже теперь приняли стандарт двухучета, гиперинфляция, которая со следующего года вступает, это, ну, как бы не... То есть, все это, безусловно, оживляет процесс инвестиций. Поэтому со следующего года, если будет такая гиперинфляция или просто инфляция, и будет много таких ООО, строю и продаю, ну, я утрирую, которые, безусловно, своими активами ничем не подкреплены, то вопрос защиты инвесторов. И тут бы я хотела, у нас есть представитель инвесторов, пострадавшие инвесторы, но у нас, конечно, маленькие... Счита была доступна ваша, жилья программа, хотелось немножко выступить. А вы знаете, что в вопросах доступного жилья, вопрос пострадавших инвесторов, он даже более актуален, потому что, вот мы эту проблему разбирали, они еще менее защищены. Я думала, что немножко будет тема еще такая, что можно сделать, чтобы жилье стало доступным. Понятно, что есть куча проблем в стране, понятно, что есть инвесторы, пострадавшие, есть пострадавшие... Это был бы достаточно актуален, если вы не возражаете. Ну, я думаю... Сейчас, сейчас, подождите. Ребята, вот мы вам привезли уникальный материал, который, пострадавших инвесторов, который, пострадавших инвесторов, а сегодня простою, фактически у нас перевиробничество основных будильных материалов, а в новой технологии, кто ж сегодня вкладе, как мы инвестора, настолько развлекали. Если инвестор в Борисполі не стих приземлиться, уже скажут ему откат. Він тогда вертается прямо с Киева в Борисполі и не хочет тут приземляться. Тому эта ситуация, на жаль, она лучше пока в державе не изменится. Ну, и последний так, чтобы вы знали, все любят Андреевский узвиз. 30 числа будет там черговый форум, как мы его забудуем. Я повинен рассказать, как працюет наша... Как, слушай, как выполняют указалку уряду по импортозамещению. Суанякова, на Андреевский узвиз на канализацию, чугунные трубы завезли из-под Парижа, из Франции. Пластмассовые трубы... Сейчас ты вопрос стоял. Сейчас, пластмассовые трубы завезли... Я просто иду сейчас. Пластмассовые трубы завезли, чтобы ты знал, из Голландии. А в Львове, под объекты Евро, положили пластмассовую трубу под канализацию, але поднялись грунтовые воды, и тому подводный чуен в степах Украины таки всплив. Вспыла труба, и пришлось с Киева везить бетонные трубы. Тому я повинен вам сказати, що проблема сьогодні... Всі все знают. Я вже більше нікому нічого не можу розповісти. І там, і там немає морально-патріотичної діяльності на всіх шаблях влади. Ні по вертикалі, ні по оризонталі. Пора, пора, бо нічого не виходить. Зарякаю. Дякую. 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 В двох словах скажу. Дякую. 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 полностью подводят сети под все коттеджные городки, под все поселки за счет бюджетов. У нас это все ложится на плечи инвесторов. Естественно, это все ложится на стоимость квадратных метров. Яна, это проблема городских властей или это государственная? Это государственная программа. Например, в России это стала государственная программа. Сначала выдвигала «Единая Россия», и она была принята на правительственном уровне. И это именно правительственное, это решение правительства о том, что все монополии, поставщики, они обязаны это делать. У нас это никак не надо. Владислав, что по этому поводу может сказать, ответить украинская сторона по поводу того, чтобы подводка инфраструктуры была государственной программой, как в России? Кстати, точно так же и в Европе. Все энергоресурсы практически становятся частными. Государственных уже практически нет. Выкупаются все энергосети, все теплосети будут отдаваться. Поэтому получается, что просто инвестор, застройщик, просто за свой счет строит другому инвестору, такому же частному собственнику, я передаю на баланс эти сети. Ну, как бы просто делает такой подарок. Но делать не хочу себя, а в большинстве... Но это не до конца правда. Вам предлагают построить сети. Если эти сети каким-то образом вам нужны, вы можете оставлять у себя на балансе и их обслуживать. Хотя маленький проект иногда не в состоянии обслужить 5 километров сетей, которые проложил. При этом даже вам оставляют право в дальнейшем, если вдруг какой-то из собственников кто-то рядом захочет построиться и присоединиться к тем сетям, которые вы реконструировали, вы имеете право продавать это разрешение. Вас вставляют в ТУ и там прямо написано согласовать, там подсоединение к такой-то магистрали с собственником таким-то, таким-то. Пока, когда нам дают ТУ, нам дают их, например, положить эти 5 километров, например, на посылке, это огромная сумма денег, которую инвестор должен переложить на чьи-то плечи или взять чьи-то кредиты. Опять-таки, кто будет кредиты выплачивать? Ну, как бы вы понимаете эту ситуацию. Нет, безусловно. Но это не значит, что вы проложили за свои деньги и тут же это отдали. Вы можете этим оперировать как активом. Это точно такой же актив, если он у вас на балансе, и вы можете торговать этим. И, исходя из этого, принимается целесообразность прокладки этой сети. Не хотите ложить сети, делайте когенерацию. Если вы делаете огромный объект, но он у вас абсолютно независимый, вы можете провести только одну трубу, и то газовую. Вы все равно собираетесь топить как-то. Проводите трубу, делайте когенерацию. Нынешние технологии... Мы хотели бы сказать, что да, как раз мы хотим... И не надо ни от кого зависеть. Ну, как бы сокращать потребление газа, и мы хотим... Новая котельная, новая генерация позволяет вам продавать... Я тоже хотела обратить внимание на инфраструктуры. Просто время уже, я так смотрю. Вы знаете, что, вы на самом деле, Танечка, можете все обратить внимание. Мы делаем пятиминутный перерыв. К нам присоединяются новые участники, которые с удовольствием продолжают эту тему, и еще и включаются. Потому что это банковский блок. Вас услышат те, у кого вы просите денег. Это очень полезно. Да, это очень... У вас есть программа, вы видите, какие там будут гости, и можно задать какие вопросы. Пять минут перерыва, 12.00. Начинаю. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Спасибо.